Здравствуйте, в эфире программа «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Вполне понятные названия в этой передаче «Говорящие». Она посвящена ярким событиям истории вятского предпринимательства, той продукции, которая производилась на территории нашего региона, людям, непосредственно связанными с этими процессами. А говорим мы обо всем этом с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного кримического музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Михаил Сергеевич, добрый день. Добрый день. Да, наша очередная передача. Напомню, что ровно две недели назад наша программа была посвящена развитию предпринимательства в 17 веке. Мы вспомнили имена известных вятских купцов, которые занимались не только внутренней, но и внешней торговлей, в частности с Китаем, были приближены к царскому двору. Вот, кстати, по поводу Китая. Деловые связи вец Поднебесной Киров сохраняет благодаря компании «Вятич». У нее есть договоренность о поставках в Китай вятского кваса, причем в довольно приличных объемах, это 100 тысяч декалитров до конца этого года. Действительно, китайцы проявляют повышенный интерес к вятскому квасу, они считают его прекрасной альтернативой, в частности газированным напитком, далеко не безвредным или местным китайским напитком. Так что, вот повод для гордости. Действительно. Да, действительно, и у нас так интересно совпало. Мы их две недели тому назад говорили о том, что в конце 17 века вятские купцы, в частности Спиридон Яковлевич Лиангусов, поставлял пушнину. Вот с этого начиналось развитие вообще российско-китайской торговли. Вот, а сейчас все продолжается, и мы выходим на какие-то новые направления развития торговли. Это, ну, примечательно, что не теряются вот такие исторические параллели. И, ну, в сегодняшний день очередной раз подчеркивают, что насколько глубоки наши экономические отношения с нашими соседями, ну, и с таким большим, интересным государством, как Китай. Ну, кстати, еще про ядский квас еще пару слов. Еще раньше наш квас начал поставляться в Германию и даже в США. За Атлантику уже тоже интересно. Да, ну, тут тоже нам есть чем похвастаться. Немножко забегая вперед, мы будем говорить о ксенофонте Алексеевича Анфилатрия, который в начале 19 века наладил российско-американские отношения. А что касается немецких городов, что касается Германии, то в 18 веке отношения между вяткой и немецкими городами, в частности, такими, как, например, Любек, да, вот они как раз налаживались. 18 век – это замечательное время. В общем, да, и тема сегодняшней программы сделана на вятке как раз-таки развитие предпринимательства на вятке именно в 18 веке. Ну, как известно, это век Петра Великого, Екатерины Первой, Екатерины Второй, Анны Иоанновны. Вы уж простите, что я не в хронологическом порядке называю наших императоров, но и при Петре Великом наша страна стала империя как раз-таки. Ну, наверное, вот с эпохи Петра, с самого начала 18 века и стоит начать. Да, в Петровское время, замечательный период, очень яркий в истории нашего государства. Происходили судьбоносные перемены и во внутренней, и во внешней политике страны. И, естественно, происходили перемены и в развитии предпринимательства. Ну, время это было очень противоречивое с точки зрения развития купечества, потому что, с одной стороны, создавались новые условия для развития предпринимательства, появлялись новые портовые города, ну, в частности, в самом начале 18 века, как помнят радиослушатели, как мы все знаем, был основан город Петербург, Петербург, соответственно, появился Петербургский порт, были открыты ворота на запад. Ну, напомню, до этого Архангельск, все-таки, для нашего региона являлся этим основным. Да, Архангельский порт, начиная с правления Ивана IV, о чем мы с вами тоже передачу говорили. Вот. А в XVIII веке, вот, с одной стороны, создавались условия, а с другой стороны, это было время очень тяжелое, как любое время перемен, время тяжелое для развития экономики, для развития предпринимательства. Ну, связано это было с тем, что российское общество, традиционное общество, не готово было в полной мере к тем реформам, которые проводил Петр I, и перестраиваться было очень-очень тяжело. Известный историк Николай Иванович Павленко, автор учебников по истории России, и автор замечательных биографий Петра I, Екатерины II, ну и других государственных деятелей, в одной из своих работ писал, что в Петровский период купечество России сократилось примерно наполовину от той численности, которая была в XVII веке. Это тоже, в общем-то, показатель. С чем это было связано? В чем же были основные причины? Причины заключались в том, что в XVIII веке, в Петровский период, очень возросло налоговое бремя. В Петре I была введена подушная подаль, велась Северная война, государственная казна нуждалась в постоянном пополнении, и поэтому вводились зачастую чрезвычайные аналогии, и особенно большие аналогии как раз возлагались на предпринимательское сословие. Потом у купцов появилась такая конкуренция в лице государства. Дело в том, что Петр I опять-таки в целях пополнения казны стал вводить государственные монополии на самые доходные товары, то есть те товары, которые приносили большую прибыль. Была объявлена государственная монополия на продажу соли, вина, сала. А эти товары приносили предпринимателям, в том числе и предпринимателям вязкой земле, огромную прибыль. И сейчас купцы были лишены возможности свободно торговать этими товарами, и поэтому потерпели очень большие убытки. Имеется такая статистика, в 1708 году в городе Хлынове сразу было закрыто 25 лавок. А сколько всего их было? Всего их было более 100. Четверть, получается. Да, четверть. Лавка, говоря языком 18 века, это магазин. И четверть магазинов перестала существовать. И многие купцы, многие предприниматели, посадские, городские люди, они скрывались от налогов с помощью бегства. Вот, уходили в сельскую местность. Некоторые купцы сами закрывали лавку и вот так вот тихонечко куда-то уезжали. А торговали они как раз тем, на что государство бело монополию, да, в основном? Да, да. Даже соль. Да, этими товарами, ну, соль мы тоже, некоторые моменты мы будем вспоминать, да, с вами важнейший консервант, и без соли жизнь города была просто невозможна. Вот. Были и другие причины, связанные, ну, как тогда говорили, с обещанием предпринимательства, купечества. Ну, например, мы с вами уже упомянули, что был основан город Петербург. Вот. Петр Первый стал проводить политику заселения Петербурга. И в 1716 году в город Хлынов и в другие вятские города пришел указ, по которому из Хлынова нужно было отправить самых лучших и зажиточных людей для заселения новой столицы. Вот так, не абы кого, а именно людей с достатком. С достатком. С достатком, вот. И к отправке были определены три купеческих семьи. Это купцы Машковцевы, это купцы Хохряковы и купцы Рязанцевы. И, ну, вот здесь очень интересен случай. Один из купцов, Гаврил Петрович Машковцев, не захотел ехать в Петербург. Наверняка уже в возрасте. Он был уже в возрасте, он написал прошение на имя Петра Первого, вот, в котором заявил, что стар, там имеет увечья, многие государственные службы уже выполнял и жителям нового города, столицы быть никак не может. А он приукрашивал это и как-то на слезу давил все-таки? Ну, давил на слезу. На самом деле у него получше все-таки было положение. Ну, положение было получше. Ну, то, что он был человеком солидного возраста, это так. Ну, в этом прошении он, собственно говоря, перечислил и свои заслуги, да, которые были там у него перед правительством. Но в то же время это было написано так, что сибирский губернатор князь Гагарин освободил Гаврила Петровича от переезда в новую столицу. Ну, в то же время, по некоторым данным, в Петербург выехали некоторые представители вятских купеческих фамилий, это Рязанцевых и Хагритовых, и их дальнейшая судьба, к сожалению, неизвестна. То есть неизвестно, чем они там занимались, как обосновались, продолжился ли род? Да, очень сложно, потому что города практически не было. Нужно было ехать на болото, строить дом. Все это на свои средства. На свои средства. Вот. И это делать было очень сложно. Ну, и кроме того, не надо забывать, что для купечества очень большое влияние, ну, играют и коммерческие связи, и коммерческие отношения. Вот. И вот эти связи все нарушались в связи с переездом в новую столицу. Вот, кроме того, в Петровский период, для того, чтобы привлечь внимание как раз к новым портовым городам в Петербургу, запретили поставки товаров в Архангельский порт. И на время, до 1727 года, Архангельский порт практически не функционировал. А основные торговые контакты вятских купцов, они были связаны, прежде всего, с Архангельскими. Тут купцы тоже понесли убытки. Тоже, мягко говоря, было неудобно добираться до новой столицы, до нового порта, то есть, менять маршрут, его искать. Да, да. Ну, тем не менее, в общем-то, вятские купцы прокладывали в Петровский период и новое направление торговое, связанное и с Санкт-Петербургом. Но этот путь был очень удобен. Он был по системе Волжского бассейна. В Петровский период был построен вообще уникальный водный путь. Это Вышнев-Володский канал, который соединил Балтийское море с Волгой. А по Волге Петербург был связан уже с другими городами, с Востоком. И вот вязким купцам приходилось через Вятку и Каму выходить в Волгу, ну и дальше уже следовать по тому пути. Путь был очень неудобен, хотя и в Архангельские порты добираться тоже очень непросто. Но там было все уже налажено. Там была инфраструктура, там были торговые амбары. Вот, все было уже организовано для купечества. И вот такие вот Петровские преобразования, они сильно ударили по региональным предпринимательским сообществам. И в частности по Хлыновскому купечеству. Вы сказали, да, по оценкам исследователей наполовину в рамках страны, да, сочеталось в нашем городе там четверть, ладно, в законах закрылось. Закрылось. Ну а если так, более объективно? Более объективно, знаете... Тоже наполовину примерно? Ну, я предполагаю, что так, потому что в начале XVIII века, к сожалению, статистики еще не существовало. А это гораздо позже зарождалось. Да, не существовало, поэтому очень сложно говорить о каких-то таких цифровых показателях. Но в то же время проводились переписи подлушного населения. И вот можно вот такую картину восстанавливать. И я думаю, что тут, ну, интересно и очень можно провести исследования вот в этом направлении. Ну, Петровский период был знаменателем еще тем, что государство всячески поощряло развитие промышленности. И поэтому в Петровский период, ну, мы знаем, что очень бурно стал развиваться Уральский регион. И вот, по сути дела, появился новый промышленный округ в России. И под воздействием Урала стали появляться промышленные предприятия и на Вятской земле. И, в частности... Это все еще Петровская эпоха, да? Это все еще Петровская эпоха. Вот, и стали появляться кожевенные предприятия. И вот в первое, послепетровское время Хлыновский купец Григорий Вяземский основывает Кирсинский чугунолитейный завод. Вот, который, ну, по сути дела, входил вот в систему уральских заводов. Это было в 1729-м, ну, в начале 30-х годов. И Кирсинский завод, он существовал на протяжении всего 18-го, 19-го. А в самом начале он был на кого ориентирован, его продукция? Она привозилась за пределы? Да, продукция привозилась за пределы, и шла Северная война. То есть, вот, все производство, оно было ориентировано на нужды войны, на, значит, того, чтобы изготовлять оружие, да, и по 90-м вести войну. Ну, безусловно, преференции давались, да, организаторам таких производств? Да, преференции. Или можно современным языком выражаться? Год заказ существовал. Да, ну, были привилегии, как тогда их называли. Ну, Петр Первый освобождал предпринимателей от уплаты налогов. Вот, и, таким образом, торговцы, которые могли потерять деньги вот в лавках, да, вот они могли свои капиталы вкладывать как раз в промышленное производство. А много ли вообще было хылновских еще купцов, которые действительно переформатировали свои деятельности и нашли другой? Ага, в Петровский период таких предпринимателей было немного. Среди вятских, ну, вот, известно, что купцы Дряхлов и Прозоров основали медиаплавильный завод, вот, тоже где-то на юге вятской земли. Вот, купец Толмачев открыл Кожевинный завод, ну, и вот Григорий Вязевский открыл чугунно-детейный завод. Ну, то есть, очень немногие купцы способны были вложить деньги вот на развитие промышленного производства. Но тут действительно нужны были очень большие деньги, нужно было начинать новое дело. Вот, но в то же время, вот, купцы, которые откладывали деньги в промышленность, могли рассчитывать и на некоторые государственные субсидии. Петр Первый выдавал, как бы мы сейчас сказали, кредиты, да, на строительство заводов. Ну, и в то же время, вот, если говорить об Урале, то, ну, зачастую правительство строило завод на казенный счет, на государственный счет, а затем предприятия передавались уже в частные руки. Ну, таким образом, например, зародилась династия Демидовых, да, из тульских кузнецов, да, Петр Первый просто знал этих мастеров, и им было предложено взять в свои руки уральские заводы, вот, и государство построило на свои деньги эти заводы, и затем они были переданы Демидову, да. Так, зарождение первых промышленных предприятий, да. Да, зарождение первых промышленных предприятий, и, ну, по сути дела, вот, с этим были связаны основные новшества Петровского периода. Ну, вот, этот период был важен еще и для того, что, вот, происходило, происходил рост самосознания вот предпринимателей. Ну, например, по поводу налогов мы говорили, предприниматели, естественно, были недовольны тем, что чрезвычайные налоги собираются подушные подать, приходилось платить, подушные подать платили все лица мужского пола, начиная с рождения, да. Вот, и купцы стали писать совместно челобитные, вот, где, ну, собственно говоря, выражали свои, вот, общенужитые беды. Ну, таким образом, вот, шел процесс уже складывания единой социальной группы, процесс консолидации предпринимателей как сословия, когда, вот, общие интересы, и вы получаете. Ну, и в более поздний период, уже в годы правления Екатерины II, когда Екатерина решила созвать уложенную комиссию для составления нового свода законов, каждый депутат от города должен был приехать с наказом, с наказом, и... А этот наказ тоже коллективно составлялся, да? А этот наказ составлялся коллективно, вот, от того времени у нас сохранился наказ Хлыновского купечества, вот, который подписан более чем ста лицами, причем, ну, среди вот тех людей, которые подписали, мы встречаем уже очень известные и в тот период, и в будущем фамилии купцов Прозоровых, Колошиных, Калининых, встречаются купцы известные вот с прошлых времен, Машковцевы, Лизанцевы, ну, и так далее. А о чем просили-то? Снизить налоговое бремя, в первую очередь? Документ, документ очень интересен, там содержалось 6 пунктов, вот, и... Ну, один из первых пунктов как раз был связан с тем, что купцы были очень утручены ростом налогов, вот, и в период, начальный период правления Екатерины Второй, и просили действительно о снижении налогового бремени. Ну, там были и другие, ну, такие очень интересные просьбы. Например? Ну, например, вот, хлыновские купцы, ну, как-то, вот, боялись усиления конкуренции со стороны крестьян. А, о чем идет речь? А, о чем идет речь? Причем крестьяне. О том, что, ну, купеческое сословие тогда еще не было полностью оформлено, гильдейская система не сформировалась, вот, а в Ярской земле проживали государственные крестьяне, лично свободные, которые тоже занимались предпринимательской деятельностью. Вот, и в этом наказе говорится о том, что вот крестьяне наравне с нами, как писали хлыновские купцы... То есть крестьяне выращивали что-то, да, и сами торговали? Да, и сами торговали, то есть они сами вывозили свои товары. И, ну, купеческая торговля, она ведь основывалась на посреднической деятельности. Купцы, да, приезжали в сельскую местность, да, производили скупку. И вот купцы жаловались, что, в общем, крестьяне не дают им возможности заниматься торговлей, ибо сами этой торговлей занимаются. Это тоже была наша особенность, почему у нас вот очень сильным был предпринимательский слой населения, потому что, ну, были государственные крестьяне, лично свободные. Заблатив государственные подать, те же подушные налоги, крестьяне могли свободно торговать. Вот, и купцы как раз уже просили о своих привилегиях, о том, чтобы крестьянская торговля ограничилась, чтобы крестьяне могли торговать... То есть, в объемах, в территории... В территории, да, могли торговать, ну, в том уезде, где они проживали, да, вот, а не вывозить товар наравне с нами. Ну, были и другие, такие, вот, знаете, очень интересные просьбы правительства со стороны хлыновских купцов. Ну, например, хлыновские купцы просили им разрешить наравне с дворянами иметь крепостных людей. Ибо вольно-наемные люди, ну, часто обманывали предпринимателей, возьмут деньги для того, чтобы поставить какой-то товар, а с деньгами скроются. Вот, и такая проблема тоже существовала. Ну, были там и другие жалобы на натуральные повинности. Хлыновские купцы, например, жалуются на то, что им приходилось предоставлять бесплатно жилые помещения, ну, например, для прокуроров, которые, значит, появились, вот, начиная с Петровского периода, вот, и государственных казённых помещений в Хлынове не было. Вот, приезжие чиновники должны были где-то проживать, и вот, проживать, понятное дело, что люди, не столь обречённые высокой властью, могли только в дорогих домах, дворян здесь не было. Вот, праздник, а ещё поподробнее о связи прокуроров и купцов, что за взаимоотношения между ними складывались? А, нет, взаимоотношения были связаны с тем, что купцы выполняли натуральную повинность. Они должны были бесплатно предоставлять свои жилые помещения для чиновников, которые приезжали сюда из Петербурга. А, теперь понятно. Вот, и это тоже было, как оказалось, упременительно для хлыновских купцов, потому что эти же помещения, они могли бы сдать кому-то в наём, если... И опять же заработать. Да, и опять-таки заработать. Ну, вот, правительство предписывало предпринимателям заниматься такими вещами, и хлыновские купцы, вот, все эти свои чаяния, эти нужды изложили в своём наказе. Сергеич, я прошу прощения, у нас сейчас традиционный перерыв, вот, вы замели ли положительные последствия эти просьбы, мы уже после паузы небольшой рекламы поговорим. Продолжается программа, сделанная в Вятке, напомню, что говорим мы сегодня о развитии предпринимательства в нашем регионе в 18 веке, и говорим вместе с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВГГУ. Итак, наши купцы направили челобитную, ну, о Екатерине Второй мы уже, да, говорим? Да, да, челобитную, ну, отправили наказ в уложенную комиссию, вот, и результаты деятельности уложенной комиссии... Кого были результаты? Были, к сожалению, очень-очень незначительные. В комиссии остро встали вопросы, связанные с положением городских слоев населения и крестьянства, вот, и дворяне, в общем-то, как-то боялись ущемления своих прав, поэтому буквально в следующем году, в 1868-м, Екатерина Вторая вложенную комиссию распустила. Но в то же время, вот, те наказы, которые были привезены, в дальнейшем они внимательно были проработаны, изучены, и в 1785-м году Екатерина Вторая подписала жалованную грамоту городам, и как раз вот одним из источников составления этой грамоты были наказы жителей городов, надо полагать и жителей города Хлынова, вот, и в соответствии с жалованной грамотой городам в России образовывалось, наконец-то образовывалось купеческое сословие. Жалованная грамота, если пояснить, у своего рода уставств, вот правил, по которым следует жить, трудиться и так далее. Да, да, вот, и купечество было трехгильдейское, самая привилегированная гильдия, это первая. Для того, чтобы записаться в первую гильдию, нужно было объявить капитал от 10 до 50 тысяч рублей. Это были огромные деньги. Сейчас это миллиарды? В 18 веке существовала вот такая пословица, 10 рублей деньги, 100 рублей богатства. Ну, то есть, вот, в нынешнем исчислении 10 тысяч рублей, это, ну, действительно, очень приличная сумма, причем, ну, понятное дело, что иметь такую сумму могли только самые богатые люди. Но особенность законодательства заключалась в том, что вот эти деньги, наличие этих денег не нужно было как-то документально подтверждать. Нужно было объявить капитал, ну, к примеру, в 10 тысяч рублей, вот, и с этого капитала нужно было заплатить налог. Он составлял 1% с объявленного капитала первоначально. Вот если... Соответственно, 100 рублей. Да, у предпринимателя были эти 100 рублей, ну, 100 рублей это богатство, как мы сказали, да. Вот, то все, предприниматель попадал в первую гильдию. Для записи во вторую... Подождите, много ли у нас нашлось таких попавших в первую гильдию? Ну, первоначально, первоначально наши купцы записались во вторую гильдию, но вот у нас имеется очень точная статистика на 90-е годы, на 1796 годы. Конец XVIII века. Конец XVIII века, и вот всего по Вятской губернии капиталы в тот период объявили 322 купеческих семей, и в первую гильдию записались всего 7 купеческих семей. Это по всей территории вот Вятской земли. Это все известные, да, уже упомянутые, наверное, купеческие семьи? Известно, что купцы первой гильдии проживали в четырех вятских городах. Это в Хлынове. В 1780 году Хлынов был переименован в Вятке. То есть, вот, в Вятке. Это в Слободском. Это, значит, в Орлове. И купцы первой гильдии проживали еще в одном из южных вятских городов. Это в городе Малмыша. То есть, самое богатое купечество на конец XVIII века проживало именно вот в этих городах. Все, соответственно, на берегу Вятки. Да, все на берегу Вятки. Совершенно верно подмечено. Вот. Ну, давайте сейчас немножко еще во второй гильдии, да, для записи... А самый массовый, да, для нас? Да, во второй гильдии нужно было объявить капитал от 5 до 10 тысяч рублей. Вот. И по, вот опять, данным на конец XVIII века, таких семей, записавшихся во второй гильдию, в Вятской губернии обнаружилось 32, 32 семьи. И вот третья гильдия, туда записывались предприниматели, которые объявили капитал от 1000 до 5, вот. И тоже 1% должны были заплатить? Да, и тоже, да, должны были заплатить 1%. Ну, вот, собственно говоря, более 200 семей, они попали как раз в третью гильдию. Вот предприниматели, которые записались во всей гильдии, освобождались от рекрутской повинности. От службы. То есть от службы в армии. Вот. И освобождались от подушной подати. Купцы 1-й и 2-й гильдии освобождались также от телесных наказаний. То есть их права... Что-то мы забыли уже о таком виде наказаний. Необычно слышать. Да, приравнивалось и к дворянству. К дворянству. Вот. И поэтому, конечно, записаться в 1-ю и 2-ю гильдию было очень почётно. Ну и кроме того, каждая гильдия наделялась набором торгово-предпринимательских всевозможных прав. Ну, например, купцы 1-й гильдии могли торговать за границей, на территориях всего государства, иметь морские суда, могли заводить заводы, ну и так далее. Ну, всех меньше было привилегий у 3-й гильдии, понятно, да. То есть, тут торговля ограничивалась рамками уезда. Ну, купцы 3-й гильдии могли проявить себя в мелочной, лавочной торговле, могли заводить трактиры, ну и так далее. Ну, то есть, вот, каждая гильдия надеялась ещё набором такого-таких предпринимательских прав. Вот. И, таким образом, к концу 18-го века сложилось на Виатской земле, как и во всей России, купеческое сословие. Причём, это сословие было, в отличие от других сословий, открытым. Купцы должны были подтверждать свой статус ежегодно. То есть, они должны были ежегодно платить государственный налог. Вот тот самый 1%, да? 1%, но в дальнейшем размеры процента увеличивались. В 19-м веке процент составлял одно время и 6, и 8, ну, вот он постепенно рос. Но, применительно, к концу 18-го века это был 1%. Слушайте, интересно, а куда шли эти деньги, вот уплачиваемые, с заявленного капитала? Просто вот государство их забирало и расходовало на свои усмотрения? Они шли в государственную казну. Ну, в том числе военные компании? Ну, вот подушная подать, она шла всегда на снабжение армии. То есть, вот те деньги, которые собирались с лицом мужского пола, они шли на содержание армии. Вот, а эти деньги шли в государственную казну, но вообще нужны. Вот, и вот мы с вами сказали о том, что купеческое сословие было открытое. Ну, как раз вот каждый год состав вот сословия обновлялся. Вот, кто-то не в состоянии был объявить заново капитал, а кто-то вновь появлялся. Ну, и таким образом создавалась вот такая вот социальная лестница для представителей крестьянского сословия. И многие вятские купеческие фамилии, они были выходцами, как раз, из крестьянства. Ну, те же купцы Булычевы известные, Орловские купцы. Ну, потом Тихон Филиппович Булычев перебрал Стофиатку, да, и основал пароходство. И практически многие-многие купцы, они имели именно крестьянское происхождение. Вот, недалеко от нашей студии, на улице Московской, сохраняется усадьба купцов Калошины. Вот, купцы Калошины были из монастырских крестьян. Соответственно, работающих на структуру, да, на соответствующую. Да. Ну, и таким образом, ну, вы знаете, вот, с одной стороны, вроде бы, хорошо, любой предприимчивый человек мог заявить о себе, вступить там в копееческую кильди. Но, с другой стороны, вот, то, что условие-то было такое открытое, это мешало формированию деловой культуры, купечества, да. Все время, ну, приходилось купечество обновляться, и это мешало вообще консолидации, ну, как, мы бы сказали, буржуазного такого условия. То есть, не хватало каких-то еще дополнительных барьеров? Слишком уж легко было, да? Ну, слишком, да, слишком просто разношерстным было купечество. Приходили и крестьяне, были и купцы, которые торговали издавна. Вот. Ну, были случаи, кстати, когда купеческое сословие вступали лица дворянского сословия. Вот, то есть... А имя что двигало? Какие массивы? А дворянство ведь тоже наблюдало, что, ну, постепенно купечество усиливает свои позиции. Вот. И вступали тоже вот в купеческое сословие. Вот. И такие вот моменты тоже отмечались. А факты перехода из одной гильдии в другую гильдию, либо вверх, либо вниз, они распространены? Да, они были распространены. Ну, причем, можно было перемещаться как в прямом, так и обратном направлении. Да, полностью. Да, то есть те купцы, которые получали поменьше доходов, они из первой гильдии на другой год могли перейти во вторую. Вот. И в то же время купцы третьей гильдийские пытались повысить свой статус, перейти во вторую, ну, и даже в первую гильдию. И многие купеческие фамилии начинали свой путь в торговлю, в промышленную деятельность. Вот именно строгие действия, купечество, да, и постепенно вот так вот перемещались по социальной лестнице. Вот. И в конце XVIII века в первой гильдии состояли купцы Машкорцева, купцы Рязанцева, традиционные уже, да, традиционные купцы. Ну, и в то же время вот уже и во вторую, и в первую гильдию входили купцы Калинина, Калошина, купцы из Христиан. Здесь вот уже на протяжении, такой важный вопрос, на протяжении всего XVIII века и ближе уже к его завершению, сам объект торговли, вот то, чем торговали, он менялся? Ну, объект торговли, вот сельскохозяйственная продукция, вот, она для вятской земли оставалась традиционной. То есть, основной, да? Ну, в то же время, вот в связи с развитием как раз промышленности, в экспорте вятских товаров стали появляться и промышленные товары, потому что восточные... Например, это что? Ну, это чугун, железо, вот. То есть это орудие? Да, всё возможное, в том числе? Да, да. Во второй половине XVIII века появляются новые заводы, это и Мутнинский, и Металлургический завод, да. Вот. Ну, эти заводы, они основывались либо казной, там, либо дворянами, вот, и купцы тут играли роль, как вот люди, которые перевозили этот товар в другие регионы, вот. Вот, а выпускали, ну, и орудия труда, вот, и слитки просто чугуна, да, то есть сырьё чугунное, да, которое отвозилось там на другие предприятия. Снова переплавлялось, и из него что-то изготавливалось уже, да. Истекает, к сожалению, время нашей сегодняшней программы. Естественно, надо думать, ну, естественно, мы не успели весь, да, спектр вопросов осветить, потому что XVIII век наполнен событиями, да, связанных именно с нашей сегодняшней темой. Ну, что, в следующую передачу уже пойдём далее. Заглянем уже в век XIX, говорим... Да, он не менее насыщенный, чем XVIII. А может быть, разобьём первая половина XIX века, как это часто бывает. Затем вторая. Давайте, первая половина XIX века. Разведите предпринимательство на ветке именно в этот период. Большое спасибо. Заканчивается передача «Сделанная в ветке». Михаил Судовиков, директор Кировского областного Кировического музея, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ВГГУ. Спасибо. До новых встреч, Михаил Сергеевич.